Всем рок-н-ролл, джентльмены. Ну что, добрались мы с вами до группы Акцепт, немецкие хард-рокеры и хэви-металисты, как хотите, называйте, ветераны стиля, одни из первопроходцев, скажем так, всей этой хэви-металлической движухи, песню я выбрал довольно быструю, динамичную, интересную, наверное, самая быстрая песня группы Акцепт, это Fast as a Shark, альбом Restless and Wild, 82-й год, далёкий 82-й год. 40 лет, представьте себе, целых 40 лет прошло с момента выхода альбома, много воды утепло, но не об этом речь сегодня, а речь пойдёт о группе Altar, это старые, такие достаточно из 90-х дэд-металлисты из Голландии, недооценённая довольно-таки группа, малоизвестная, по-моему, выпускали всего 4 альбома или 5, я уже не помню точно. Последний альбом был, по-моему, в 2001 году, но, по-моему, группа не распалась и до сих пор функционирует. Если что-то путаю, исправьте меня и напишите в комментариях об этом. Вот, значит, кавер я выбрал, почему именно этот, потому что здесь будут довольно интересные моменты, которые сыграны действительно по-своему, на свой лад, и, можно сказать, ничего общего отношения к оригиналу не имеющие. Вот, поэтому, я думаю, будет достаточно интересно послушать, оценить, сравнить с оригиналом, что, как и зачем. В общем, погнали заценивать! Ну, чтобы бросается сразу же в глаза. Из-за самого микса, из сведения. В общем, о звуке вкратце. Здесь очень интересный звук рабочего барабана. Такой достаточно громкий. И, в то же время, с четкой атакой, нет большого ревера, не расплывается по миксу, хорошо сидит у себя на своем месте. Довольно, наверное, популярный на то время звук в середине 90-х. Потому что, не могу вспомнить где, но такой звук я точно слышал о каких-то альбомах, каких-то группах, где-то примерно тех же годов. Видимо, возможно, был какой-то тренд на это, какая-то мода. Так, дальше звук гитар. Такой довольно округленький. Тоже со своим характером. Хорошо разведено. Гитары есть. Их достаточно, ну, возможно, чуть-чуть больше, чем нужно. Я думаю, такова и была задумка. Потому что роль гитары здесь далеко не последняя, если не первая. Потому что в дальнейшем будут очень интересные гитарные ходы. Да-да-да. Которые мы обязательно заценим, послушаем. И также вокал. Ну, growl, как growl, в принципе, ничего особенного. Но хорошо вписывается, хорошо сидит в миксе, хорошо все дополняет. Прекрасный бас, мощненький с таким подгрузиком, как мне слышится. Тоже хорошо держит низа, плотненько, уверенно. Не расплывается. В общем, все довольно добротно. Все классно, продолжаем. В общем, что здесь нравится еще, так это то, что группа, ну, сама по себе слышится, что это death metal. Мощный звук, прям, ну, сразу передает всю вот эту атмосферу, именно тяжелой музыки, агрессивной, экстремальной. То есть, даже если, допустим, человек не знает, что это кавер на старый хэви метал, хард-рок, то, ну, именно, если брать чисто вступление, то человек может даже не понять, что это кавер на какую-то хэви метал песню, потому что вступление реальное, ну, можно отнести к такому предметальному трэшу, мне кажется так. То есть, ну, группа хорошо адаптировала именно под себя весь трек, и показывает именно свое видение, свою интерпретацию о данном треке, что довольно хорошо и подчеркивает какую-то, выражает свою индивидуальность. И это не может не радовать. За что им огромный респект и большой жирный плюсик. Продолжаем. Интересная модуляция такая. Ну и вот начинается, прям, самый интересный момент в песне, это соло. Здесь соло абсолютно сыграно по-другому, не как в оригинале, со своими фишечками, какими-то индивидуальностью, опять же. Ну, в общем, сейчас все услышим. Вообще, это прямо, я когда слушал первый раз, ну, я просто обалдел. И вот тут. Просто космос. Просто обалденное соло, шикарное. Здесь шикарно все. И говорить о каких-то недостатках, я думаю, здесь вообще не приходится и не нужно. Потому что, как и вступление соло, как и дальнейшее его развитие, вот эти вот переходы со ступени на ступень. И потом, когда просто врывается, влетает вот эта вот вах-вах, квакушка, скажем так. Ну, это просто, я не знаю, отвал башки, отрыв башки, как хотите называть. Просто действительно эпично. Так, довольно воздушно вот это все сделано. И потом, когда вступает соло на кваке, там действительно ощущаются и вот эти нотки рок-н-ролла. В то же время играет двойная бочка. Ну, именно все это происходит в быстром темпе достаточно. Ну, вообще, конечно, ребята действительно постарались тут на славу. И за это просто пореспектуем. И все. Больше тут добавить нечего. Это реально 5 из 5. Субтитры сделал DimaTorzok Как классно бал звучал в конце. Прям мягкие-мягкие такие нотки. Обалденные, обалденные. Ну, блин, сказать, что это классный кавер, мне кажется, не сказать вообще ничего. Это суперкрутой действительно кавер со своей подачей, со своей какой-то индивидуальностью, изюминкой, со своей харизмой, со своими нотками. В общем, вот это вот соло, это просто, я не знаю, ну, прям вот шедеврально сыграно. Прям действительно круто. И вообще, респект за такую идею. Прям классно. Ну, просто все. Слова закончились. Идеи, эмоции, действительно. Суперкрутой кавер. Мне очень понравилось. Ну, а теперь. Что мы делаем? Все правильно. Возвращаемся. 82-й год. Accept. Restless and Wild. Fast is a shark. Слушаем оригинал. Очень интересно, оригинально довольно. Суперкрутой кавер. Сразу же узнаваемый вокал Уду Диркшнайдера. Говорит о многом. Опять же. Так. Ну, что здесь еще бросается в глаза? Кстати, учитывая, что это 82-й год. 40 лет прошло. Охренеть можно. Для 82-го года, мне кажется, это, ну, просто офигенный звук. Прям хорошо. Довольно вычищенный. Я не скажу, что какой-то грязный, прям рокерский. Прям довольно хорошо. Все сыграно. Чистенько. В принципе, все ровненько, аккуратно. Ну, бросается в глаза, конечно, после именно сравнения кавера от Altar. То, что темп довольно ниже. Ударов 15-20. Если не больше, возможно, даже. Не больше, но вряд ли. Ну, ощущается просадки в скорости. Но все равно, конечно, драйв чувствуется. Все равно есть скорость. Особенно по тем временам. Я думаю, это действительно считалось очень быстрой песней. Сейчас, конечно, такой песней в таком темпе, ну, никого уже не удивишь абсолютно. Ну, тогда, мне кажется, это считалось действительно быстрым. Пока не появились леер, опять же. Вот. Такс. Так, ну, гитарки, в принципе, хорошо уложены в микс. Вообще, занимают именно свое место как-то. Они ни на что не претендуют. Они как-то играют и играют. И все. Барабашки тоже прикольно звучат по лодому. Ну, естественно, на вокале хороший реверок. Прям-то к месту не очень много и немало. Чувствуется, что ревер есть. Такой объемчик и добавляют. Немножко даже не объем, а воздуха, а воздушности. Вокал в микс общий. Ну, в общем, как-то так. Первые впечатления. Такие. Хорошие, позитивные. Атмосфера улскула, опять же, не может не радовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основной вокал с бэками хорошо сделали. Бэки тоже добротно уложены. Ну, я бы, наверное, их чуть-чуть прибрал. Возможно, они немножко громковаты местами. Но, опять же, на мой слух и вкус. Сочетается хорошо. Все нормально. Также хочу отметить бочку. Бочки. Барабанной установки. Кика здесь, ну, именно щелчка практически нету. Как бы, ощущается чисто тело самой бочки. И, как бы, мне кажется, немножко не хватает ее в миксе. Их как будто мало. Мне кажется, если бы чуть добавили, было бы больше именно такого драйва, напора, что ли. Я не знаю, именно ощущение такого движения, что ли. Как-то вот так. Мне видится здесь именно вот это так, с этой стороны. В общем, продолжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь вот прям в одном месте бэк-вокал реально громко было, особенно вот в левом ухе у меня вот, я не знаю. Наушники, конечно, у меня далеко не мониторные, но, опять же, переборщили, по-моему, как мне кажется, вот здесь, именно вот с бэками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот вот интересный ритм. Мне он всегда нравился. Вот этот переход на модуляцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой нагнетающую атмосферу какую-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот здесь классно вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно вот после соло, вот этот риф, где он watch out, кричит, прям реально действительно мощно прозвучало, прям хорошо, бас прокачал даже. В плане соло, ну, как вы все слышали, это абсолютно другое соло, в корне отличающиеся от того варианта, что сделали алтарь. Но здесь стоит отдать должное, но здесь стоит отдать должное, оно действительно тоже крутое, запоминающиеся вот эти две гитарки в терцию, когда играют соло, вот эта быстрая именно часть, вторая часть. Действительно, вот именно вот оно реально запоминается. То есть, если один-два раза его послушаешь, что ты обязательно его вспомнишь, когда оно где-то заиграет. И это, конечно, действительно заслуживает внимания и уважения. Классно сделано. Действительно, круто и гармонично. Действительно, круто и гармонично. Не, ну хорошо, хорошо, конечно. Классно, все-таки. Вольф Оффман, кто бы что там ни говорил, ну, действительно, классный гитарист. Дофига крутых рифов сочинил, придумал. Те же самые, если взять акцепторские песни. Princess of Dawn, Metal Heart, к примеру. Вообще, гениальная песня, суперкрутая. Balls to the wall. Они же яйца об стену. Ну вот. Суперпесни, хитовые. И даже берем вот эту же Fast and the Shark. Вот это соло. Вот две гитары. Обалденно круто сделано. В общем, как-то так. Ну что, переходим к выводам. А вывод такой. Здесь для меня более интересным показался кавер-вариант от Altar. Потому что мне ближе музыка именно такая более экстремально, тяжелая, как Death Metal, Thresh Metal и так далее. Поэтому я свое подпочтение оставлю им. И мне там вот дико просто нравится. Разорвает мне душу, скажем так. Вот это соло. Просто вот оно реально выносит куда-то меня в космос. Какие-то далекие дали. Прям. Теряешь ощущение реальности. Прям действительно супер. Очень атмосферно сделано. Круто. Эпично. И все в этом духе. Акцепт, конечно, тоже классное соло. Но оно другое. Именно. Больше классическое. Heavy Metal. Такое. Power Heavy Metal. Такое. Вот. И оно тоже действительно заслуживает внимания. Поэтому выбор здесь уже вкусовщины. Мне кажется, кому что больше нравится. То есть как кавер хорош, так и оригинал version. Поэтому здесь уже выбирает каждый сам. кто кому чего больше нравится и кто к чему больше тяготеет. Мне вот нравится лично больше именно такая тяжелая больше музыка. Мясная, скажем так. Поэтому я здесь отдаю предпочтение группе Altar. Ну, а что вы думаете по этому поводу? оставляйте свое мнение в комментариях внизу. Делитесь этим видео. Распространяйте видео в соцсетях. Будем расширять наш кругозор, нашу аудиторию и так далее и тому подобное. Все в этом духе. Поэтому на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем рок-н-ролла, всем бодрости духа. Не болейте. И всем пока. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok